Ух ты! Салют, братва! С вами Ревас! Прямо сейчас мы с вами находимся на аккаунте, уровень которого... Четырёхсотый! И имя его Магу Куб. Само собой, я думаю, каждый понимает, что имея такой высокий уровень, на этом аккаунте есть много чего очень вкусного. Крутые тачки, особняки, аксессуары и многое-многое другое. Вместе с вами, прямо сейчас мы с вами исследуем данный аккаунт и посмотрим, что он из себя представляет. Аккаунт вот такого-то, скажем, богача такого высокого уровня, уровень которого, чтобы вы понимали, даже выше моего уровня на моём основном аккаунте. На моём основном аккаунте, насколько я помню, уровень где-то 350, и я на нём играю с открытия этого сервака, чтобы вы понимали, с 2019 года. В общем, да, как это так. Перед началом же просмотра данного видеоролика, мне будет очень приятно, если ты же мой дорогой зритель, не забудешь поставить лайк этому видеоролику, ну а также подписаться на мой канал. Всем желаю приятного просмотра. Такс, ну и давайте пойдём по порядку. Прямо сейчас я вот появился у кого-то одиночного топового особняка, который находится, я так понимаю, возле Гринтауна. Выглядит он довольно-таки роскошно определённо, есть вот поместье Хаус Мага Куб. Это поместье позволяет, скажем, этому дому никогда не слетать. Про какие-либо аналогии можно полностью забыть. Вот такой вот красивенький гараж рпшный, раичные вот объекты, вот тут беседка, так скажем. Чисто вот так по рп можно отдохнуть своими калифанами. Здесь у нас какая-то печка с дровами, на столе которой что? Пиво под названием Родина. Местоположение дома на самом деле очень приятное, и сам по себе особняки, уверен, стоят очень больших денег. В плане развязки транспортной город находится реально в очень выгодной позиции. Ещё вот такое, чтобы вы понимали, вот специальный отдельный выезд. Неплохо, очень неплохо. Давайте зайдём теперь дом. Ух ты, здесь довольно-таки неплохой такой интерьер, добротный. Что у нас там в шкафчике дома, сразу давайте посмотрим. Опа, часы какие-то, плюс 12. Культовый бронежилет, довольно-таки недешёвый. Ну а также кучу различных скинов. Более вроде как ничего нету. Заходим давайте также в гараж. Само собой, какой-то необычный кастомный гараж, который, собственно, он сам делал. Какая-то вот бэха заряженная здесь, судя по всему, также его. В целом, очень даже неплохо. Неплохо так живёт данный игрок. По деньгам на аккаунте он почти 2 миллиарда. Денег у него, я так понимаю, очень много. Пробиваем давайте вновь статистику данного аккаунта. Вновь посмотрим, что он себе насчитывает. Так, донат монет почти 70 тысяч азакоинов. Ух ты, более денег на аккаунте нету. Депозит, так понимаю, тоже не фуловый. Премиум випка, само собой. Куплены все самые топовые улучшения. В целом, более ничего тут такого интересного нету. Касаемо самого данного аккаунта, давайте также посмотрим. На аккаунте по аксессуарам вот есть нимб. Магический воздушный шарик, который сейчас подорожал. И стоит где-то полтора миллиарда. Из такого ещё вот есть 2 тайника Вайсити. Куча мешков с мясом, видимо, очень любит кушать. Кейсы с рулетками. Другие тайники. Опа, вижу NFT контейнеры. Давайте-ка посмотрим. Ё-моё, очень даже неплохо. Сейчас NFT контейнеры очень сильно подорожали. И стоимость каждого такого контейнера более 1 миллиарда. Неплохая такая инвестиция. А помимо всего этого, также давайте посмотрим. Вот кучу автомобилей, которые не активированы. У него внутри они вот висят. BMW M8 Grand Q. Мерседесики всякие. Бентяги вон, Flying Spar. Помимо этого ещё вот ресурсы. Ну и в принципе, более ничего интересного. По охранникам также давайте посмотрим. Вот есть охранник Rick Grimes. Уникальный охранник, которого только можно купить за 40 тысяч за коинов. Охранник Зверь. С топовым улучшением на максимальную зарплату в фракции. Ну а также ещё один охранник. Пёс Патрон. Охранник Пуки Каки. Помимо этой заряженной Бэхи, давайте посмотрим, что ещё также есть на этом аккаунте. Пробиваем команду Cars. Фу-ю-ю-ю. Список-то довольно-таки немалый. Так, это у нас самолёт, это вертолёт, это мотик топовый. Audi Q8, Velcroft, я не знаю, что это такое. Volkswagen, Beha, Hammer, автомобиль Mystery, Fura Optimus Prime. Это вообще не знаю, что это такое. Toyota Camry, BMW M8, Audi R6, Lexus, Merse, Beha. Вот это тоже не знаю, что это такое. Mountain Bike, BMW X7, GB Gladiator. Капец, тачек у него, конечно же, навало. Касаемо домов, мы были только в этом доме 541. Давайте посмотрим другие наши дома. 1-0-3-6. Капец, я вот так вот смотрю, у него Бэха какая-то просто мегалютая разгоняется, она очень бешено. Капец, здесь стоит Twin Turbo 2, чип-тюнинг, ещё вот улучшения на масло и на, так скажем, прочность. Опа, у него, походу, есть свой домик в богатом элитном районе Palomino Hills. Давайте посмотрим. А, не, он, судя по всему, тут просто подселён. Многие вот сюда вот подселяются в этот район, чтобы иметь возможность выполнять специальные квесты с очень хорошими наградами. Насколько я помню, находятся они у этого бота, вот, Майкл. Всё, что нужно, 30 минут пролежать на пляже на этом районе и за это получить рандомную хорошую награду. Чисто вот за то, что вы пролежите 30 минут на пляже этого района, вы получите вот такую вот неплохую рандомную награду из вот данного списка. 1-4-3-8. Едем давайте к следующему дому, находится он в центре города Лос-Сантос. И пока мы едем, давайте посмотрим, что у него на аккаунте ещё вот есть по улучшениям. Опа, вот он, вот он красавчик, сразу видно. Промокод хэштег Ривас, вёл мой промокодик. По улучшениям на этом аккаунте давайте посмотрим, офигеть. Максимальные слоты на транспорт, максимальные слоты на дома. Зачем ему столько слотов, если у него всего 4 дома? Да, довольно неплохо. Все улучшения на его аккаунте присутствуют. Так, я так понимаю, это скорее всего не дом, а скорее всего квартира. Не понял, что это за метка такая? Финди, хаос 1-4-3-8. Так, возможно 1-4-3-8 это какая-то квартира в ЖК Резона Тавер, либо я ошибаюсь. Информация о квартирах. Так, ну-ка 1-3-3-8, вот Алексей Фитц, судя по всему, да, он к нему тоже подселён. Так, ещё помимо этого, 1-3-5-0. Это у нас какой-то дом на горе Вайнвуд. Ну хорошо, давайте погнали, посмотрим. Прибыл на гору Вайнвуд, так, вот такой вот квадратный дом. Давайте глянем, тоже не его. Я так понимаю, он владеет единственным домом в районе Гринтауна. Ну, в любом случае, тот дом, который был самым первым, он лучше всех. Лично бы я за вот этот вот дом, который он имеет в районе Гринтауна, дал бы ну где-то миллиарда 3 прям минимум. Точной цены я его не знаю. По бинансам давайте также посмотрим. Так, нефтевышка, да ещё и зазыкоины. Находится на замке, судя по всему, помогает оплачивать налоги. Бинансов более нету. Как он мне сказал, у него в городе Лос-Вентурас есть ещё 2 склада, на которых должно быть немало таких вещей. Давайте обязательно съездим, посмотрим, что у него, в принципе, ещё есть. Познакомился с этим аэроком я ещё в 21-м году, когда он зашёл за меня воевать за семейные территории. Так, я предполагаю, что вот тут 2 склада находятся, и один из этих складов это его. Так, складские помещения. Думаю, где-то здесь находятся его склады. Давайте поищем. Куча здесь игроков также владеет данными складами. Газета где-то должен быть здесь. Очень будет интересно посмотреть, что он там хранит. Так, здесь нету, но значит в другом. Вот этом вот соседнем. Копа, Магу Куб. Нашёлся. Первый склад нашли. А ну-ка давайте посмотрим. Вот, ещё один соседний. Два склада, вот они его, сразу же тут стоят. Ну, давайте открываем первую. Сейчас глянем, что у него здесь находится. Меню склада. Так, посмотрим на содержимое. Теперь всё видно. Что такое? Огнемёт какой-то плюс 9. Ну-ка, давайте глянем. Старый, на самом деле, аксессуар, ещё года где-то 20-го. Так, помимо этого, на аккаунте пока что особо ничего такого жёсткого не вижу. Ларьцы, вот тут дешёвые аксессуары. Немного ресурсов, осколки, тайника собирателя. Аптечки, рыжечные аксессуары с батлпасса. Другие дешёвые аксессуары. Опа, формные вот скины имеются, это уже неплохо. Скин Вагаса, скин Грув. По лямов 30 это минимум стоит. Немного видеокарт первого уровня. Ну и так, в целом, более ничего другого и интересного. Так, что у нас в соседнем складе, давай также посмотрим. Ой-ой-ой-ой, мешки с мясом. Причём в довольно немалом количестве. Каждый вот такой вот мешок с мясом на сегодня стоит, ну, где-то лямов 60 минимум. По курсу мой сервака, если продавать их на Вайсити. Давайте прямо сейчас посчитаем. Чисто этими мешками у него сейчас на первой странице здесь находится 1 миллиард 800 миллионов. Смотрим, давайте дальше. Опа, здесь у нас, так скажем, птичья фабрика какая-то. Попугаи на плечо тоже 30 штук. Ну, если их по петлямам продать, это ещё плюс 150 миллионов. Давайте смотрим дальше. Тут у нас тоже попугаи на плечо. Доллары на грудь тоже ещё плюс 150 миллионов смело. Ещё аксессуары доллары на грудь. Тут у нас какой-то инструмент, какие-то аксессуары дешёвые, объекты, наркота. Ну и, я так понимаю, более ничего интересного. На этом, в принципе, тут всё. Ух ты, а это интересно. Что это такое? Откуда у него это? Объект ящик ардропа из ППГ. Слушайте, этот объект я бы у него с удовольствием выкупил. Насколько я знаю, получить его может только от меня в ВП Коинсе. Довольно редкий объект, не знаю, почему он такое хранит в этом шкафу. Потом добазарюсь с ним, а пробую у него его выкупить. В целом, парни, имейте в виду то, что не обязательно прям с утра до вечера где-то горбатиться, работать, не знаю и так далее, чтобы иметь кучу имущества. Ещё раз то есть, парни, повторяю, данный игрок никогда не был лютой фармилой, он всегда играл только в кайф. Лудоманил, очень часто поддавался азарту, и при всем этом на аккаунте этого врага довольно-таки немало топового имущества. Мораль парни такова, то что не обязательно с утра до вечера фармить, прям зарабатывать, постоянно идти каким-то целям. Данный игрок никогда таким подобным ничем не занимался, он просто играл в кайф, лудоманил очень жёстко, играл в казино. При этом всём на аккаунте вы видите сами, есть дорогущий особняк, топовые тачки, тессоры и многое-многое другое. Так что, парни, в первую очередь играйте в кайф, делайте то, что вам нравится. На этом аккаунте этот игрок очень много играл в казино, очень много лудоманил. Я думаю, в такие вот здания казино у нас, так скажем, VIP-вход должен быть отдельный. Прямо сейчас лично проэкспериментирую удачу этого аккаунта. Давайте, вон, проходим как будто обмена, сейчас поиграю с этими, так скажем, лудоманами. Обменник, покупка игровых фишек. Так, давайте затарюсь, ну, допустим, куплю себе 4 миллиона, получается, можно будет сделать 5 ставок. Всё, покупаем, потратили 360 миллионов. Давайте, давайте, играю, 800к, самая максимальная ставка. Проверим, проверим сейчас удачу этого аккаунта. Мага, долгую. Давай попробуем. Слава, ау, игрок тут. Говсе один кк за столом, опа. Давай, славянский, просыпайся. Слава, сука. Капец, пришёл в казино, и никто не хочет со мной играть на такую крупную ставку. Ой, ты лук. Ну, подождём этого Славу. Рано или поздно я вернётся в игру. Опа, Слава проснулся, чё-то пишет. Давай, Слава, на 800 тысяч играю. Вот он, влился, влился в игру, предлагает нам данную ставку. Давайте сразу принимаем, оба-на, в ничью. Давай, кидай дальше, славянский. Принимаем ещё, опять ничья. Ты посмотри, у нас, судя по всему, силы равные. Пробуем ещё, в ничью, ты посмотри. Походу, это надолго. Опа, мы проиграли. Пробуем, давайте ещё. Опять проиграли. Чё-то ему прям выпадает неплохо. Чисто одни вот пятёрки. Пробуем ещё, ничья. Капец, дайте хотя бы раз выиграть. Понюхать вкус победы. Оп, да, опять проиграли. У него то пятёрки, то шестёрки, либо ничья. Других вариантов словно нету. Пробуем ещё, выиграли. Камбэк, пошёл камбэк. Сейчас ты получишь. Нет, не получишь. Капец, ему шестёрка выпала, а мне пятёрка. Это вот самый обидный расклад. Да ну ё-моё, что ему два раза подряд выпадает шестёрка? Это какая-то херня порой исходит. Я за 25 минут, потом собираться надо. Да базар ноль, давай. Как раз таки к этому времени всё просу. Ему третий раз, просто третий раз подряд выпадает шестёрка. Всё, фишек нету, фишек. Ё-моё. Так, давайте. Покупаем 800 тысяч. Принимаем его ставку. Ну ё-моё, да что за херня? Почему мне выпадает всякая мелочь, ему пятёрки и шестёрки? Чё-то этот аккаунт какой-то, ну реально не фартовый. Последний раз покупаю данные фишки. Всё, всё, давай, братук, давай. Ха-ха! Нет, всё! Просто максимально конченый, конченый в плане лудоманства. Этот аккаунт проклят. Мне нельзя заходить в это здание. По итогу, как я понял, мы просто взяли и подарили этому игроку 500 миллионов. Которую, скорее всего, он также возьмёт и просто кому-то просрёт. Собираем давайте воздушный шарик. Я додумал то, что этот аккаунт какой-то имбалансный в плане лудоманства. Потому что на нём он, я помню, то что поднимал очень большие суммы денег. Открывая ларьцы, играя в казино и так далее. Но, как оказалось, мне всё так радужно. Лечу прямо сейчас в банк города Лос-Анта, чтобы посмотреть, есть ли вообще кто-то, у кого уровень выше, чем у данного игрока. За всё время существования этого сервера существует он, как я и ранее говорил, уже более пяти лет. Прибыли в банк. Так, где-то здесь должно быть. Банковские статистики. Репутация жителей. Уровень, давайте посмотрим. Оп, всё, давайте смотрим. Да, место в топе номер один, капец. В этом всём списке лично мы, наш аккаунт находится на пятом месте. Ну, не так уж и далеко ушёл, но всё равно он топ один. Вот чего вот ему на аккаунте определённо не хватает, это какого-то аксессуара, который позволил бы ему быстро перемещаться, не развертывая воздушный шарик. Идеально подошёл бы какой-нибудь скейт, либо велосипед на спину. Сейчас этот аксессуар обязательно ему куплю. Воздушный шар это, конечно, круто, но бывает такое, что очень тяжело выйти из зелёной какой-то зоны. Много времени на это приходится тратить, а скейт или велосипед на спину достаётся просто моментально. Думаю, он будет не против. Опа, Сэм Йесус просит деньги. Когда-то я таким был. Так, как ему подать на жизнь? Просто через пейнер надать? Давайте разом лям. Вот, браток, держи. День у тебя сегодня удачный. Прибыл на странный рынок, нужно найти скейт, либо велосипед. Опа, нормалёк, предмет скейт. 160 миллионов, уровень девятый. Цвет красный. Давайте, покупаем. У него красный аксессуар на спину нету, вот сейчас краски и будет. Вот так вот взяли, по Шурику достали и просто помчали. Вах! Очень вот такое вот удобное, активное аксессуар. Ух ты, ничего себе, вы двигаетесь по встречке, за езду по встречной полосе у меня штрафована на 500 тысяч. Да чё такое, я просто на скейте ехал, а даже не машина. Чё-то этого игрока Аризон не любит. ЧЕГО? Просто из-за одной аварии и киписервака. Не, ну реально, на этом аккаунте какое-то проклятие. Ну и что ж, парни, на этом данный видеоролик подошёл к концу. В этом парне видеоролике мы с вами посмотрели, что из себя представляет аккаунт игрока, уровень которого 400-ый. Аккаунт настоящего олдого игрока этого проекта. Особо не фармя, на этом аккаунте мы с вами насмотрели немало-таки хорошего имущества. Аккессоры, топовые тачки, топовый особняк, NFT-контейнеры, кучу денежных средств, ну а также донат монет. Аккаунт, как по мне, очень даже неплох, и я думаю, многие бы хотели бы иметь в себе такой аккаунт. Если же другому другу данный видеоролик тебе понравился, и в будущем ты хочешь увидеть что-то подобное, то всё, что тебе нужно, это просто поставить лайк этому видеоролику, ну а также подписаться на мой канал. Чем больше вашей активности, тем для меня это будет большим знаком. На этом, в принципе, данный ролик подошёл к концу. Всем желаю удачи!